Наш следующий материал про жителя Нарьинмара, который решил выращивать в условиях Крайнего Севера овощи, зелень и даже клубнику. Причем эксперимент мужчину удался и он даже успел собрать несколько урожаев. Но вот теперь агрономы-любители обязались снести теплицу. Почему так вышло, расскажем в следующем материале. Яблонька России, орлийный клюв и даже помидоры де Барао. В теплице Евгения Евтушенко растут сразу несколько сортов томатов. Местный агроном высадил их еще в мае и уже собрал несколько урожаев. Это вот свекла растет. Это маленькую крупную повырывали потихонечку. Зато домашняя уже своя. Для выращивания овощей созданы довольно благоприятные условия. Автоматизированный полив, инфракрасное прогревание почвы, кондиционер, который помогает поддерживать нужную температуру. Все в этой теплице Евгений делал своими руками. Рассада вся покуплена здесь. У меня здесь в грядках лежит заложен теплый подогрев инфракрасный, греет почву. Огурцы, если я сейчас включу здесь отопление, можно всю зиму выращивать. Самое главное, что у меня маленький ребенок, который все это ходит, со своими сапочками там, что-то ковыряется, не сидит за планшетом, за телефоном. Он приходит, здесь поиграет, побегает и хотя бы покажет, будет видеть, что оно растет. Не на прилавке лежит, в магазине, да, а растет тот же огурец там, там, ся вельта, горох. Огурцы, помидоры, баклажаны, болгарский перец, много разной зелени и даже клубника. Сложно поверить, но все это растет на крайнем севере. Теплица-герой нашего репортажа расположена на придомовой территории в одном из микрорайонов Нарьинмара. Как это часто бывает, кому-то агроном-любитель все же помешал. Несколько месяцев назад на портал «Народный контроль» стали поступать жалобы, мол, Евгений незаконно установил на придомовой территории теплицу. Мне сказали, что кто-то из «Народного контроля» фамилию не сказать не могут. Это как бы неофициальное у них там заявление. Что это за «Народный контроль» и почему он привязался именно к моей теплице, я вот понять не могу, потому что тут у нас на этой улице, ну, сплошь и рядом, есть чем заниматься, помимо моей теплицы. Не знаю, чем не понравилось, зависть, не зависть. Как выяснилось, некий активный гражданин решил навести в Нарьинмаре порядок и регулярно оставляет онлайн-жалобы на окружном портале «Народный контроль». Знаниями правил благоустройства этот товарищ блещет уже несколько месяцев. Вот, например, обращение от 28 июня. Прошу установить скамейку по улице Ваучийского должным образом. Произвести погружение в бетонное основание ножек. Или вот еще одна довольно необычная жалоба. Прошу спилить ветки деревьев, свисающие за пределы ограждения вдоль улицы геологов. Этот же гражданин и написал жалобу на Евгения Евтушенко. В соответствии с порядком рассмотрения обращений, информация была передана в управление ЖК Ханарьинмара. Там, в свою очередь, решили выдать Евгению предписание о сносе теплицы. «Правилами благоустройства на территории города, на общественных территориях, придомовых, дворовых территориях и территориях гаражных боксов запрещено самовольное размещение теплиц, сараев, гаражей, киосков и подобных построек. Отделом муниципального контроля в этом году вынесено 4 предписания в адрес владельцев теплиц, которые размещены на придомовых территориях». В документе, направленном Евгению Евтушенко, стоит срок – 31 октября этого года. Впрочем, садовод сдаваться не намерен. Мужчина руководствуется ЖК России. В нём говорится о том, что земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом с элементами озеленения и благоустройства, является общим имуществом собственников жилых помещений. А следовательно, распоряжаться этим имуществом граждане могут по своему усмотрению. Причём соседи не против того, что на их земле установлена теплица. Они даже подтвердили это подписями.